И в течение 20 дней вот этих лосяк не стало. Я вам скажу, сейчас очень тяжело время для художников. Ну, как икону рисовать с папиросой или с матом? Ну, сколько проживу буду, и акварелью буду, я до конца. Я уже заскучился. Скучает Леонид Васильевич Мартынов по пленеру. Две недели сидит дома, поскользнулся и ушиб ногу. Ждет полного выздоровления. В свои 86 продолжает писать картины маслом на улице. Создает сначала, как он говорит, на шлепке. Маленькие тюды позже соединяет в картину. Творить до пенсии не мешала даже тяжелая работа. 13 лет отработал шахтером в Ростовской области. Выезжаю в этой самой шахте, вот, купаюсь на автобус и домой. Потом это кушаю, беру велосипед и пошел дальше. И беру этюдник, краски и поехал. Рано в 4 часа просыпаюсь и еду перед восходом. И восходы разные. 50 восходов сделаю, только одна работа нормальная. С 14 лет Леонид Васильевич пишет для души, не на продажу. В его работах время словно остановилось. Здесь и опушка 60-х на границе с Донецкой областью. Сейчас там пруд. Здесь и хутор колхозника на Брянщине, что любил выпить. 66-го года. А здесь малиней сколько? Бог ты мой. Вот такие деревья были. А вот с этой стороны 40 метров. Вот такая высота. А вода поднимается, вот это дно считается. Поэтому я назвал последние 8 лосят. В 70-х Лосиные острова накрыла водой Усть-Илимской ГЭС, которую Леонид Мартынов тоже строил. Теперь это редкое их изображение. Вот эту скульптуру вы делаете? Да, да, да. Ну еще буду делать это самое. Тяжелая? Да, из глины. Скульптура Леонид Васильевич тоже увлекается. Билст Пушкина еще будет дорабатывать. Планов у пенсионера с живой душой много. Хочет пополнить свою коллекцию произведений искусства. Свой особенный мир царит в мастерской самобытного художника Александра Гассана. Автор работает над иконой святого князя Александра Невского. Покрывает лаком, позже раскрасит маслом. Иконописью увлекся с детства, хотя воспитывали атеиста. Нет будущего без прошлого. Чем больше мы знаем прошлого, тем будущее нам становится более такое проявляется. Ну, интересно, что было до иконописи. Люди поклонялись каким башкам, идолам. Это вообще интересно, что было 50 тысяч лет назад. В своем творчестве Александр не только отражает древнюю историю, но и сохраняет ее. Художник реставрирует старинные иконы. Этой не один век. На оборотной стороне кто-то нацарапал надписи, которые едва ли можно разобрать. Всему творец учился сам. Делится часто реставратор и стирают с иконы дух старины. Кладут много свежей краски, имполируют. Приносили ужасные иконы, выцарапанные глаза. Видно, прям чувствовался гнев человека, как он оставил, ломал икону. А там или жена, или мать, или бабушка сохранила, оставила. Вот она берегла ее там много лет. Я стараюсь сохранить вот это время, которое она впитала. Но есть такие вещи, которые коробят глаз, царапины. Вот их надо убрать там. К слову, Александр внутренний делит ремесло для заработка и творчества для души. В числе последнего – тема бесконечности космоса. Свои работы скоро покажет амурчанам в доме художника. Только пыль сметет. Между тем, жизнь за пределами мастерской Александра кипит. Водители мчатся по своим делам, горожанам тоже много нужно сегодня успеть. А в головах ворох мысли, идей, проблем. Вся эта жизненная суета отступает для тех, кто берет в руки кисть, мастихин, любой свой инструмент. В эти моменты время для художников останавливается. И что бы ни происходило вокруг, в политике, экономике, обществе, искусство будет жить. Вне времени. Так называется выставка, на которую мы отправляемся. Нам повезло. В честь открытия дальневосточной экспозиции один из авторов, хабаровчанин Леонид Савченко, даже устроил мастер-класс. Задача – написать копию теплого этюда «Запах весны». Вот на природе, когда рисуешь, облака плывут, они же быстрые. А как их запечатлеть? Их сразу надо схватить и наметить. Опыт работы на пленэре у Леонида богатый. Начинал писать на улице графические портреты, еще будучи студентом худграфа. Сейчас искусством зарабатывает. Пишет пейзажи нашей богатой природы в классическом реализме клиентам и для души. Вот у нас пошел процесс работы. Долго выбирали сюжет и решили писать вот эту черемуху. Вот Леонид делает подмалевок. Любимая тема для художника – дальневосточная природа. Здесь Леонид родился и живет. Поделился. Особенно ценят российские пейзажи китайские заказчики. До пандемии были золотые времена. Картины забирали буквально из-под кисти. После закрытия границ стало труднее заработать. И бывает какая-нибудь неудачная работа, ее могут на следующий день купить. А бывает хорошая работа, написанная с душой, а она висит и все. И ты даже порой не понимаешь, почему. Но это все вопросы к образованию культурного населения. Для истинных ценителей искусства экспозиция собрала смешанные техники и материалы. Картины поражают. Некоторые авторы даже вышли за рамки плоскости, представили работы в 3D. Детали можно рассматривать не один десяток минут, вовсе забыв о времени. Автор вот этого трептиха сотворила невообразимое в искусстве во все времена. Разрезала 4 работы разных лет известного хабаровского художника Ильи Керницкого. Конечно, с его согласия. Татьяна Мальцева вырезала на ее вкус лучшие кусочки и соединила в одну композицию. Тем самым показав детали работ художника, который, как мы видим, привык работать на больших полотнах крупными мазками. Такие абстракции принято оценивать на расстоянии. А вот чтобы понять работу иллюзии в моей голове, самой Татьяной придется подойти ближе, чтобы рассмотреть мельчайшие детали, тонкие линии, выполненные тушью в стиле абстракционизм. Природа сама по себе многогранна. Временами года, да, мы же любуемся глазами. А у меня есть возможность передумать то, чего нет. И чтобы так же люди любовались. В портфолио Татьяны с образованием педагога ИЗО не более 50 работ в смешанной технике. Союз художников вступила недавно. Выставки лишь начинают входить в ее жизнь и творчество. Для меня это, знаете, медитация, скажем так. Это такое умиротворение, потому что, ну, с учетом этой техники, она скорости не любит. И когда ты что-то спокойно делаешь, ты внутренне сам успокаиваешься. Что для каждого из творцов искусства, мы наверняка никогда не узнаем. Но можно с уверенностью сказать, что та история и то время, которое отражает любой художник, будь то древность или современность, навсегда останется вечным. Субтитры создавал DimaTorzok